итак видите когда человек соблюдает режим дня он побеждает судьбу потому что в этом случае он все делает как надо вот допустим луна на что делает она человек расслабляет дает ему покой отдых и когда луна восходит она ночью восходит и поэтому человек должен спать пораньше ложится чтоб луну застать потому что если он поздно поздно ложится он встает он уже ну как бы после 7 еще спать ему надо со 12 лег после 7 еще надо спать и все в это время уже солнце восходит и его сон разрушается нормальный сон потому что сон дает луна человеку поэтому надо в 10 где-то в 9 10 ложится в 5 вставать до восхода солнца вставать чтоб солнце встречать чтоб радость у тебя в жизни было если не встал пораньше то печальный ходишь тогда видите луна дает отдых человеку солнце бодрость нас утро встречает прохладой с ветром встречает река кудрявая что ж ты не рада надо радоваться утро женщина любит поспать потому что у ней женская энергия женская природа это как бы ночная ночная энергия женская природа вечером поэтому когда луна восходит нужно отдавать время утре утреннее время раннее время надо отдавать богу молитве это время радости дневное время надо отдавать труду людям а вечернее время надо отдавать семье потому что когда луна восходит энергии любви наступает и ночью человек должен делать две вещи, два варианта, или он должен спать, или зачинать детей, потому что если человек утром зачинает детей, дети рождаются чувствительными, если днем больными, если вечером психически больными, а если ночью здоровыми. Наступает ночь, зовет и манит, мысли новые, это я. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Женская энергия ночи. И самое главное место в квартире у женщины – это кровать. Если она на кровать села, ее не оторвешь уже. Женская энергия там. И женщина на кровати все может делать, и работать, и общаться, то есть на кровать села все, она у себя дома. Мужчины самое главное место – это кабинет, стол, где надо работать, а у женщины кровать. Ну, естественно, утром, когда она на кровати, она у себя дома там, а ей надо вставать, не хочется. Потому что женщину очень трудно с постели поднять. Серьезное надо вложение вкладывать. Но вставать надо все равно, хоть женщинам, хоть мужчинам. Здоровье у всех одинаковое. Ночь начинается, когда темно. Выключил, да, свет, темно стало. Давайте будем считать, что в 10 часов вечера начинается ночь. Это уже гарантированно, да. Просто солнце само по себе, как бы, оно может раньше даже взойти, особенно в северных широтах, оно может и в 3 часа светить уже. Это все зависит от угла наклона. Но в целом, как бы, вставать надо где-то вот, если солнце в зените 12 часов, у вас зенит во сколько? В час? Ну, значит, вам до 7 надо вставать, до 7 утра здесь. И ложиться до 10. 10 крайний срок. Позже ложитесь, уже значит, вы будете позже вставать, и значит, будете болеть уже. Мои хорошие, болеть будете. А? Как? Ничего страшного, это значит, все равно уже ночь. 10. Просто солнце идет, здесь, понимаете, на экваторе солнце, оно прямо вот так идет, поэтому там 9 часов так раз, и как будто выключили свет, резко темнеет. А чем севернее, тем оно положее идет, и поэтому медленно темнеет, медленно восход, понимаете? Но все равно от этого ничего не меняет. Солнце же проходит 360 градусов, и поэтому 12 часов дня, вот это максимально, 12 часов ночи минимально. Три часа туда от 12, получается сколько? 9 по солнцу, у вас 10. И три часа назад, дальше что получается? Три часа ночи. Ну, прибавьте 2 еще, чтобы выспаться, и получится 5. Ну, фактически человек высыпается, ну, по-вашему времени, с 10 до 4 утра. Это его основное время сна. От часу ночи идет отчет. Так, час это самое, час дня самое максимальное солнце, час ночи самое минимальное. Поняли, да, систему? Так, час. Так, час. Продолжение следует...